Ну чё, как вы поплавали? Такое слабо, уже живое. А в лагере сколько вы были? Первую смену? Да. Первый раз были там или же в первую? Я первый раз была. Я третий. Третий уже? Да, третий. Третий раз. Ну, а ты когда ты раньше была? Какие годы? Ну, летом, осенью и вот этот третий раз. Ну, в смысле летом прошлом? Да. Осенью. Ты так понравилась? Да. Интересно? Телефонов не было? Нет. Нет? У меня был. Был? Да. А что? Утонул. Утонул? И планшет утонул. Телефон. Она приехала в трусик, в рубашке. Больше ничего нет. Одноразовые тапочки. Понятно. А планшет ты что, с собой планшет взяла? Да. Зачем? На остров. На острове? Не скучно было? В интернете, там все. Все ясно. Понятно. Есть-то как корма, нормально? Да. А там как кормили? В лагере тоже хорошо кормили. Как говорят, что сами на костре готовили. Но это в походе. А как еще в походе готовить? Да. Извините, больше хорошо. Я же посылку посылал, пакет на 10 тысяч купил. Даже суп ролл просил, 10 пачек. Ну что, посылка тоже хорошо. А вот когда хожу, бабушка, мы голодные, деддомские приходят раньше, все съедят, а нам лысые тарелки пустят. Деддомские воровали у нас, но кормили нормально. Пусть воровали. Еду разве можно воровать? Вещи все. Я думаю, можно взять просто. Когда есть хочется, тут же никого спрашивать не будешь, правда? А откуда они есть? Какой деддом? Что же не поинтересовались? Деддома разные. У нас есть деддома, где по 5 раз в день кормят. И там посытнее иногда бывает, чем в некоторых домах. Сколько раз дома кормите? Сколько хочешь. А там хочешь, не хочешь, 5 раз в день. Поем, не поем, клади не хлопнув. Я был больше, чем в 1200 детских домах в России. Сам видел, как кормят. Это мы странно слышим, что кто-то там что-то таскал еду. Ну, всякое бывает. И домашний таскает. Слушайте, я в армии служил, в армию пришел. И те, кто, извините, из дома пришли, все в армию таскали еду. Потому что голодный. В Карелии я был, я был там несколько раз. В таких лагерях. И сам поход ходил, и 2 года служил в Карелии. Озера красивые, места красивые. Город-то хорошее. Да. Только надо, конечно, на погоду смотреть. Правда? А погода плохая была в воде? Мы сначала поплыли, и все было нормально. Потом ближе к середине подплыли, и там уже большие волны. То есть вначале было нормально? Да. А вы тут долго в воде были? Сколько? Ну, я где-то 9 часов была. 9 часов? Да. В воде? А как ты доплыла до берега? Или как? Ну, меня волнами пробило. Волнами, да? Да, я сначала плыла на остров, который нам сказал инструктор. Я не смогла плыть против течения, и я легла на волны, и меня пробило на какой-то остров. А, то есть ты не стала плыть, а просто... Да, мне уже все немело. А холодно было? В чем ты была одета? Я была в леггинсах и, ну, в футболке. И, ну, замерзла же, наверное. Потому что, в принципе, говорят, в такой воде в холодной очень тяжело не замерзнуть сразу. Да. Не замерзла? Ну, сначала нет, потому что я двигалась и пыталась доплыть. Скажи, а вот вас тренировали, вот если ты упал, например, за борт лодки? Вот как плыть, куда плыть, учили? Нет, не учили. Не учили? Ну, плохо, потому что надо уметь. Надо уметь падать, надо уметь выплывать, надо уметь самого себя спасать. У нас учили только как на конойках плыть, на рафте. Понятно. А ты сколько в воде была? Четыре часа. Четыре часа? Тоже в воде как? Мы плыли вместе с вожатой. Мы сначала плыли против течения, мы увидели, как туда трое детей на остров приплыло. Мы хотели к ним поплыть. Но мы не смогли долго против течения плыть, и потом поплыли по течению, по волнам. Спасибо, вожатая спасла ее. Она держалась по плаву, кинула. Влада, работай ножками, работай ножками. Все ноги. Была в джинсах, с обратной стороны, под коленками все постертые. Спасибо ей. Девочка тоже сейчас у нее там, я звоню, разговариваю с ней, у нее бронхит, там и полип, еле живая, прям еле пищит. А ей сколько лет вожатся сама? Девятнадцать. Девятнадцать. Она не намного старше вас. Понятно. Ну а здесь сколько будете находиться? Нам не говорят. Не говорят? На улицу пора уже. Домой? Мне бы хочется учиться двустороннего воспаления. Что я что-то? Колят? Угу. Уходимец. Ну ты-то бывала, это третий раз. Да. Хоть тебя не учили спасаться, но ты знала, как куда плыть. Ты одна вообще была или кто-то еще был рядом? Я была одна. Одна вообще? Да. Не испугалась? Да. Ты молодец. Ты молодец. Я приплыла, я вижу, там наша канойка стоит, я ходила по всему острову, потом у меня очень сильно устали ноги, я легла поспать. Потом иду дальше, вижу, там жилеты. Угу. Подошла, ничего не вижу и спрашиваю, вы из лагеря? Они такие, да. И мы, нам было холодно, мы начали согреваться вместе. Угу. А как согревались-то? Ну мы сняли жилеты, туда голову и руки просунули, и потом так обнимались всю ночь. Потом перекладывались местами. А не было ни спичек, ничего, костер рожать? Нет. Мы пытались сухими ветками, но ничего не получилось. Угу. Дождя не было? Ночью был небольшой дождь. Вообще странно, потому что мы даже когда исплавлялись, обязательно с собой, там, три спички, этот самый, черкашек, в полиэтилен заворачиваешь, прячешь, в дальний кармашек всегда, всегда был с собой, всегда. А сейчас, тем более, сейчас сжигалку можно положить, она не утонет, не промокнет. Почему у вас не было-то такого НЗ-запаса специального? У инструктора была, только он потом поздно о ней вспомнил. Поздно вспомнил? На другом острове. А инструктору сколько лет? Двадцать. Двадцать. Тоже молодая. Понятно. Ладно. Следователи приходили, разговаривали с вами? Нет? Нет. Мне звонила следователь. А что-то странно. Мы сегодня с ней разговаривали. У тебя оттуда звонили, свитрозаводство мне. Ну, я сказала, на больнице еще. Она говорит, ну, это после больницы, там, может, встретимся. Я говорю, что вы будете резину тянуть, стоять все. Конечно. Там девочки, там, мучаются, ее по четыре часа допрашивают. Вроде того, тяжело везти сюда, надо все про тур, надо и ноутбук, надо все, там, все в готовом виде. От руки много писать. Ну, решайте, говорю, сами. Ну, ясно. Как вам быть? Ну, а просят, что? Идут, и просят. Ладно, поправляются девчонки. Какие-то есть просьбы, предложения, сражения, жалобы? Нету. Нет? Нет? Вообще никакие? И что, по ходу пойдете? Нет. Нет? Почему? Ну, я пойду после больницы. Все, уже можно инструктора проводить. Запросто. Все, уже надо получать билет инструктора, инструктора. Ну, а что? Конечно. Хорошо. Ладно. Ну, есть какие-нибудь просьбы? Нет. Нет? Тут нормально кормят? Да. Может, добавки? А вы лежите в разных боксах. А как улезете? Нет, они вместе здесь. А, в одном, да, улезете? Да, улезете. Да, улезете две девочки. А сначала в первом заезжали. В первом, да? Да. Может, по-ближе к себе их сюда, чтобы все видели. А вы путевку приобретали, соответственно, через московский потенок, да? Нет, нам просто предложили органы соцзащиты. Ну, да, ну, понятно. Они нам периодически предлагают. А вот куда предлагали еще? В этом лагере. В Рязань. В Рязань. Там замечательная природа, прекрасная. Шикарные места, просто шикарные. Ну, просто когда погода плохая, конечно, лучше с стихией и с водой не связываться. Ну, вот с течением обстоятельств. Да, так получилось, что, да, немножко, как бы, халатные отношения. Ладно. Они не хотели, а их заставили. 120 лет будете жить. Да. У нас теперь с недели рождения в один день. Я второй, и моя первая. Юля? Да, я у главы, это внучка моей. Бабушка, тебе подарок на день рождения, что я жива осталась. Юля, конечно. А, смотри, что вы эти годы? Да, да, да. У меня 20-го. На саду? Да. Хорошо. Ладно. Есть и нет никаких предложений и жалоб. Тогда мы пойдем дальше. Хорошо? Ладно, поправляйтесь. Все пройдет. Все у вас в порядке будет. Вот, хорошо. А учись и где? В Москве здесь, да? В какой школе? В разных? Да, да. Ну, в Солисово живем. У нас в Солисово живем.